Знаете ли вы какой-нибудь легкий способ переместить 5000 тонн груза из одной точки в другую? Наверное, вам на ум сразу приходит какой-нибудь мощный танкер. Но что, если я скажу вам, что существует наземный транспорт, способный поднимать такие тяжести? Сегодня вы узнаете про самые большие и мощные машины в истории США. Поверьте, эти гиганты действительно поразят вас. А в конце ролика вы увидите такую машину, которая способна перемещать более 8000 легковых автомобилей за раз. Приятного просмотра! Биг Брутус В нашем мире с каждым годом увеличивается количество добываемых ресурсов. Один из них – уголь. Он является основой стальной и энергетической промышленности. Или являлся. Сейчас человечество переходит на более экологичные варианты добычи энергии. Но в середине 20 века такой возможности не было. И основой энергетической промышленности все же было сжигание угля. Именно для этого в 1962 году компанией Batsiris Airy был разработан Big Brutus – один из крупнейших механических угольных экскаваторов, когда-либо построенных человечеством. Он использовался для поверхностной добычи угля в штате Канзас и имел внушающие габариты – 50 метров в высоту и 75 метров в длину. Благодаря своему огромному ковшу и мощной конструкции он был способен перемещать значительные объемы горной породы, обеспечивая эффективную добычу угля. Но в 1974 году проект был закрыт из-за быстро меняющейся энергетической промышленности. А сам Big Brutus был сохранен и преобразован в музейный экспонат. А еще через 50 лет он был внесен в Национальный реестр исторических мест США, что говорит нам о том, что Big Brutus – не только инженерное достижение, но и настоящее культурное наследие, символизирующее историю горнодобывающей промышленности в Америке. Очень впечатляющий экспонат – Big Maskey. Big Brutus, конечно, самый эффективный для того времени способ добычи угля, но компания, разработавшая его, так не считала. И всего лишь через 7 лет, в 1969 году, Бацайрес Ири представила Big Maskey – гигантский экскаватор длиною с небоскреб. А это около 100 метров. Вес такой махины, конечно, немаленький – более 12 тысяч тонн. Big Maskey использовался для поверхностной добычи угля в месторождениях штата Огайо. Эффективность работы машины была значительно выше в сравнении с предыдущим гигантом. Казалось бы, что может пойти не так. Но в 1991 году этот экскаватор все же вывели из эксплуатации из-за высоких затрат на содержание и низкой экономической целесообразности продолжения работы в условиях изменяющейся угольной и энергетической промышленностей. Тем не менее, Big Maskey стал символом инженерного мастерства и мощи. Он продемонстрировал, насколько масштабные проекты могут быть реализованы с помощью современных технологий и инженерных решений. Его ковш теперь является музейным экспонатом в Музее горного дела Miners Memorial Park в штате Огайо. Он привлекает внимание туристов и исследователей, интересующихся историей горнодобывающей техники и промышленного прогресса. Биг Бёрта. А вот и еще одна добывающая машина. Правда, добывает она не уголь, а пространство для строительства туннелей. Биг Бёрта – это прозвище, данное одному из крупнейших тоннелепроходческих комплексов в мире, длина которого составляет 100 метров, а мощность – более 25 тысяч лошадиных сил. Звучит впечатляюще, правда? Биг Бёрта была спроектирована специально для прокладки туннеля Alaskan Way Viaduct Replacement Tunnel в Сиэтле. Этот проект был частью программы по замене старого эстакадного шоссе на новый подземный туннель для улучшения транспортной инфраструктуры города. Свою работу машина начала в 2013 году, но буквально спустя пару месяцев остановилась из-за перегрева и поломок, вызванных попаданием грунта в режущую часть механизма. В течение следующих двух лет машина была поднята, отремонтирована и усовершенствована, и в конце концов благополучно завершила свою задачу. Несмотря на серьезные технические трудности, проект был успешно завершен. Туннель, наконец, выкопали. Проект значительно улучшил транспортную инфраструктуру Сиэтла, уменьшил пробки и повысил безопасность в городе. Успешное завершение данной работы также способствовало развитию технологий и методов тоннелестроения, которые будут полезны в будущих проектах по всему миру. Самое время рассказать про еще одного угольного монстра. В 1965 году фирма Marion Power Shovel Company не хотела отставать от своих конкурентов и представила миру свой Marion 6360. Также известный как The Captain. Он был лучше своих соперников по всем параметрам. Длина более 138 метров, высота около 70, а объем ковша 140 кубических метров. Вы можете себе такое представить. Marion 6360 был спроектирован для работы на угольных месторождениях в штате Иллинойс. Он использовался для добычи угля методом открытой разработки и быстро стал одной из самых мощных и эффективных машин в горнодобывающей промышленности. Его масштаб и производительность позволяли существенно увеличить объемы добычи угля. Но в 1991 году на Marion 6360 произошла серьезная авария. Пожар в кабине управления нанес значительный ущерб машине, и она была признана непригодной для дальнейшей эксплуатации. И, к сожалению, как и в случае с двумя предыдущими экскаваторами, дальнейшее восстановление машины было нецелесообразно в связи с изменившимися экономическими условиями. Страта-Лаунч Ладно, слишком много экскаваторов. Давайте я расскажу вам про что-то более грациозное. Страта-Лаунч — это крупнейший в мире самолет. По размаху крыла целых 117 метров. Интересно, зачем такой нужен? Он был разработан для запуска ракет в стратосферу, что позволяло более экономично и гибко выводить спутники на орбиту. Его полезная нагрузка составляет 250 тонн, а мощность — более 150 тысяч лошадиных сил. Страта-Лаунч имеет двойной фюзеляж, соединенный общим крылом, что придает ему уникальный внешний вид. Центральная часть крыла предназначена для крепления ракеты-носителя. Выглядит и правда необычно. А вы как считаете? Страта-Лаунч на самом деле значительное достижение в области авиации и космических технологий. Раньше запуски ракет слишком сильно зависели от погоды. Теперь же способность этого гигантского самолета запускать ракеты прямо с высоты позволяет избежать погодных задержек и повысить частоту запусков. Кстати, такой фактор, как погода, может негативно повлиять не только на запуск ракет, но и на другие вещи. Например, нередко дождь становится виновником дорожно-транспортных происшествий. А что делать, если вы попали в ДТП в Америке? У вас же нет миллиардов долларов и отряда адвокатов. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион долларов для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Вернемся к нашему самолету. Самый первый успешный полет Strat Launch произошел в 2019 году. Сейчас же компания продолжает работать над новыми системами для запуска ракет, которые имеют значительный потенциал к существенному изменению всей отрасли. Le Tourneau L2350. Но давайте немножко заземлимся и поговорим про самый большой в мире фронтальный погрузчик. Le Tourneau L2350. Этот, как бы странно это ни звучало, малыш трудится в карьере Рэй, где ведется добыча медной руды открытым способом. Данный погрузчик может перемещать огромные объемы материала за один цикл, благодаря большому ковшу и мощному двигателю. Это делает его одним из самых эффективных колесных погрузчиков в мире, потому что его высота сравнима с трехэтажным домом. А 16-цилиндровый двигатель мощностью более 2300 лошадиных сил сжигает 4000 литров топлива за 24 часа работы. Ширина ковша этого погрузчика составляет более 7 метров, а за один раз в него можно набрать 75 тонн горной породы, или, например, полсотни шахтеров. Интересный факт. Погрузчик оказался настолько большим, что его пришлось собирать прямо на рабочем месте. Ле Турно Л-2350 является выдающимся примером инженерного мастерства, представляющим собой мощный и надежный инструмент для горнодобывающей промышленности. Его высокая производительность, прочность и комфорт для оператора делают его незаменимым в условиях тяжелой эксплуатации. Кстати, мы ни разу не говорили о стоимости. Если вы хотите представить, сколько может стоить хотя бы одна из этих машин, то просто задумайтесь, только одно колесо Ле Турно Л-2350 оценивается в 100 тысяч долларов, Caterpillar 797F. Но наш погрузчик был бы бесполезен, если бы не следующий гигант, Caterpillar 797F. Это один из крупнейших карьерных самосвалов в мире. Он предназначен для перевозки огромных объемов горной породы и полезных ископаемых. Длина его сопоставима с высотой пятиэтажного дома, а благодаря 20-цилиндровому двигателю мощностью более 4000 л.с., он способен развивать скорость до 70 км в час при полной загрузке в 400 тонн. Просто задумайтесь, 70 км в час при таком-то весе. Это вам не танк, но он точно вас не объедет. Помимо всего прочего, кабина самосвала оборудована современными системами управления, эргономичными сидениями, улучшенной шумоизоляцией и системами кондиционирования. В общем, оператору там точно комфортно. Да не у всех в квартирах есть такие условия, что уж говорить о технике. По сути, Caterpillar 797F является самым грузоподъемным и тяжелым автомобилем в мире среди автомобилей с механической передачей. Так что этот монстр – выдающийся пример инженерного мастерства, представляющий собой мощный и надежный карьерный самосвал для работы в тяжелых условиях. Незаменимый инструмент в горнодобывающей промышленности. USS Akron Ну что ж, самое время снова вернуться к нашим летающим друзьям. На этот раз давайте поговорим про дирижабль. Нет-нет, не про такой, хотя это тоже ничего. Сейчас я хотел бы рассказать вам про USS Akron – крупнейший дирижабль-авианосец, построенный специально для ВМС США в начале 1930-х годов. Он был частью программы по разработке дирижаблей, способных выполнять различные специальные миссии. Длиной он был почти как два небоскреба, а общая мощность двигателей составляла более 4000 лошадиных сил. Просто представьте, этот дирижабль вмещал в себя 5 самолетов, а для его обслуживания требовалась команда из 80 человек. Так, для чего же мог использоваться такой гигант? USS Akron выполнял различные задачи – разведку, патрулирование, да и в принципе – тестирование концепции дирижабля-авианосца. Целых три года он участвовал в различных маневрах и демонстрационных полетах, а потом попал в сильный шторм и, можно сказать, пал смертью храбрых. Уверен, что USS Akron был амбициозным проектом для своего времени. Он представлял собой вершину технологий дирижаблей того периода. И, несмотря на трагическую гибель, все же сыграл важную роль в истории авиации и оставил значительное наследие в области разработки воздушных судов и военных инноваций. По крайней мере, так говорят. Лично я ни разу не видел дирижаблей. А они точно, не миф, Бутирус РХ-400. В этом топе чего-то не хватает. Хм, наверное, еще одного экскаватора. Соскучились по ним? Ладно, обещаю, это последний. И в этот раз он не просто огромный, а самый огромный гидравлический экскаватор в мире. Бутирус РХ-400 в определенных кругах широко известен своей мощностью, производительностью и впечатляющими размерами. Он способен быстро и эффективно перемещать огромные объемы материала, что делает его идеальным для использования в крупных горнодобывающих проектах. А два двигателя общей мощностью более 4500 лошадиных сил обеспечивают высокую производительность и надежность в тяжелых условиях эксплуатации. Кабина экскаватора оснащена современными системами управления, эргономичными сидениями и отличной видимостью. Кажется, не такие комфортные условия, как в том самом Caterpillar 797F, о котором я говорил ранее. Тем не менее, мои представления о тракторах и экскаваторах ограничиваются примерно такими изображениями. А это описание рисует совсем другие картинки в голове. NASA Crawler Transporter. Ну а сейчас вы узнаете про машину, которая способна тащить на себе почти любой другой транспорт из этого топа. Заинтригованы? Представляю вашему внимаю NASA Crawler Transporter. Массивный транспортер, использующийся для перемещения...